Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Нина Саакян. Армянская сторона имеет жертву от огня противника. 21 августа около 15.30 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Ахпродзор, в результате чего смертельное огнестрельное ранение получил военностурщик Азарьям Ваник Арамович. Нарушения режима прекращения огня также зафиксированы в Арцахе. Сегодня с 6.00 до 7.00 азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в Мартокерцком и Мартунинском районах, применив стрелковое оружие, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. А около 12.30 азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по комбайну, работающему на полях Сарушена, применив стрелковое оружие. На армянской стороне потерь нет, а случившимся было сообщено командование миротворческого контингента Российской Федерации. В Степанакерте опровергли очередную ложь, распространяемую из Баку. Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделениями армии обороны якобы были установлены технические средства с целью наблюдения и контроля за азербайджанскими позициями и коммуникационными путями, которые якобы вчера были подавлены подразделениями азербайджанских вооруженных сил, является очередной дезинформацией. Ранее пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах опровергла распространенной Минобороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения армии обороны якобы вчера около 19.45 в районе Шуши попытались осуществить передвижение с целью улучшения позиций, что якобы было предотвращено действиями азербайджанских подразделений. Очевидно, что регулярно распространяя ложные новости, Министерство обороны Азербайджана пытается опровдать постоянные нарушения режима прекращения огня своими подразделениями и готовит информационную базу для дальнейших провокаций, говорится в сообщении. Еще одно опровержение было распространено из Еревана. Распространено Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 21 августа с 22.50 до 2.05 ночи 22 августа подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на юго-забадной и юго-восточной частях границы не соответствуют действительности. В другом сообщении из Еревана опровергли распространенный Минобороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 22 августа с 12.00 до 12.25 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь на оправление азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, и что в результате этого один из военнослужащих вооруженных сил Азербайджана получил ранение не соответствует действительности. За минувшие сутки российский миротворческий контингент зафиксировал одно нарушение в районе Шуши «Пострадавших нет». Согласно ежедневному информационному бюллетеню Министерства обороны России, командование миротворцев проводит расследование с азербайджанской и армянской сторонами в связи с этим фактом. Будучи гражданином Республики Арцах и председателем Национального собрания, я всегда боролся за создание и укрепление институтов, представляющих президент Республики Арцах, Национальное собрание и силовые структуры как основу государственности. Об этом говорится в заявлении председателя Национального собрания Арцаха Давида Ишханяна. В то же время председатель НЭС назвал неприемлемыми шаги некоторых лиц, выступающих в последние дни на общественных площадках под видом ложных призывов консолидации, направленных на разрушение основ нашей государственности. Я занял пост председателя Национального собрания в результате консессуса политических сил. Уверен, что это объединение придаст плоти и кровь благородной идее сохранения государственности, законными представителями которой являются институты президента и Национального собрания. Уверен, что в эти трудные дни представители власти и правоохранительных структур осознают цену и важность сохранения веренных им государственности, внутреннего мира и сохранения нашей безопасности. Как второй человек, принявший на себя политическое руководство страной, так же, как в свое время на поле боя, я не оставался стороне от процесса создания государственности. Оставаясь верным и стойким целям, принятым нашими мучениками, осознавая важность внутренней солидарности, я готов вложить все свои силы для принятия совместных решений и выхода нашей республики из этой ситуации с минимальным ущербом. Как глава законодательного органа, я уверен, что Национальное собрание Республики Арцах создат все условия, чтобы стать площадкой не только для политических дискуссий, но и для представления проблем общественности и предложения решений. Уверяю вас, что Национальное собрание готово принять различные слои общества, имеющие конструктивную направленность, готово выслушать мнение каждого и представить его как президенту Республики Арцах, так и соответствующим органам. На незаконном пропускном пункте на мосту Хакари Азербайджан устроил очередной спектакль, заявив, что коридор открыт, Баку направил к мосту Хакари армию СМИ, чтобы доказать это. Очередной жертвой азербайджанских СМИ на незаконном пропускном пункте на мосту Хакари стало в прямом смысле слова окруженная врагами студентка. Бакинский агитров смог оторвать от нее все хорошо и повел крутить на всех возможных площадках. Те же азербайджанские СМИ зафиксировали и даже опубликовали еще один эпизод. Из-за флага Арцаха, изображенного на сумке, группа азербайджанских силовиков просто терроризировала другого члена той же группы, направляющейся из Арцаха в Армению. Но справедливости ради признаем, что ее не похитили, как вагифа Хачатарьяна, ограничились строгим выговором. И что единственный коридор, связывающий Арцах с Республикой Армения, остается закрытым, лучше всего знает мать Эленда Даян. Она уже очередной день ждет возвращения из Армении в Арцах останков своей дочери, погибшей в автокатастрофе. У родственников нет возможности попрощаться с Элен в последний раз. Азербайджан отклоняет просьбу Международного комитета Красного Креста о передаче останков Эленда Даян в Арцах. Пропавший со вчерашнего дня житель Марта Керта найден по сообщению Министерства внутренних дел Республики Арцах. В результате проведенных сегодня оперативно-розыскных мероприятий около 8.30 утра последний был найден живым и здоровым в одном из жилых домов по улице Сахарова в городе Марта Керт. Сегодня еще 7 пациентов вместе с сопровождающими для получения неотложной специализированной медицинской помощи при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста были доставлены в специализированные медицинские центры Республики Армения. На данный момент в Медобъединении Аревик стационарное лечение получает 28 детей. Четыре ребенка борются за жить в неонатальном реанимационном отделении. На стационарном лечении в Республиканском медицинском центре находится 85 пациентов. Три пациента находятся в отделении реанимации, два из них находятся в критическом состоянии. Азербайджанская сторона постоянно запрещает поставки в Арцах необходимых лекарств и предметов медицинского назначения на машинах Красного Креста. Это все новости на сегодня. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok